Здравствуйте, уважаемые зрители Артик ТВ. Вы смотрите программу «Открытая студия плюс бизнес» и сегодня я рада вам представить, как мне в свою очередь представили вас, молодого предпринимателя из Мончегорска Максима Амитаки. И я так понимаю, что полтора года назад или два года назад вы бы стали настоящим открытием и финалистом конкурса грандов, были названы одним из операторов сотовой связи, одним из самых смелых предпринимателей. Пожалуйста, да, развенчайте миф, что в эпоху кризиса и нестабильности сложно начать дело. Наоборот, как говорят китайцы, это время возможностей. Добрый день. Во-первых, конечно, сейчас такое время тяжелое. Турбулент. Да, 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 да. Как бы тяжело как-то что-то начинать в плане идей. Опять же, к этому гранту, ко всему шли очень долго. Долго искал идею. А давайте, правда, вот как-то систематизируем, по крайней мере, зададим вектор временной. То есть, ваше представление, как долго вынашивается идея, как долго, так сказать, вы подбирались к этому гранту? Вообще, как бы изначально, вот работал когда-то в автоиндустрии, продажи автомобилей, вот, работал там 4 года. Ну, все время было какое-то ощущение, что не мое, хочется что-то поменять. Но так как более-менее была комфортная заработная плата, и вроде зона комфорта не хотелось выходить. Все-таки начинать что-то новое, что-то поиск тяжело, морально больше. Но был такой период в 2014 году, по-моему, в декабре. Ну, вы видели, как из салона люди уезжают на хороших, дорогих машинах, которые только что с вашей помощью приобрели. Ну, там просто даже не то, что именно то, что дорогие машины у людей, самореализации не хватало. То есть, то, что там продать, не очень не хватало. Не мог себя выразить, не мог как-то там, как говорится, харизму свою проявить, потому что у нас это как бы все время было наказуемо. Ну, и в итоге как бы все надоело. Пробовал в Петербург переехать пару раз, что-то как-то всегда возвращался. Ну, и в итоге в 2014 году он решил как бы все уволиться. Уволился и начал поиск идей. Сначала, конечно, я обратился в интернет, поискать там бизнес-план. Смотрите, вот из этого места уволился. Что сказали ваши родные и близкие? Уволился. То есть, у вас были какие-то накопления? Ну, некие были маленькие накопления, чтобы можно было там некое время. То есть, это точно нужно закрыть одну дверь, чтобы открылась другая? Ну, почему? Я же, опять же, видите, я же как бы все-таки работал в Мурманске, сам из Манчегорска, как бы сам родители там здесь, родители там, я здесь, как говорится. Вот, поэтому все как-то сам. И исходя из того, что всю жизнь там, грубо говоря, с 2003 года я переехал в Мурманск, вот, учился в МГТУ у нас. И как бы все время сам, есть такой опыт накопления, грубо говоря, что на всякий форс-мажор, потому что своего жилья, грубо говоря, нет. Все как-то так вот, чтобы был какой-то, мало ли, форс-мажор, какой-то, как скажем, буфер накопления был. Ну, и в итоге тогда еще продал автомобиль и начал как-то искать идею. Было идею, было, как бы хотелось, как-то, тогда было, наверное, в тренде, вот, сельхоз что-то как-то развивать, там все по телевизору говорили. Пытался, грубо говоря, ну, интересоваться про вот этот сегмент бизнеса, интересовался. И там просто получалось, что у нас очень тяжело с этим, нужны очень большие капиталы вложения, поэтому это было отвернуто. Потом, ну, если как, идем к идее бизнеса. Не, ну, многие, наверное, сейчас конспектируют, для тех, кто задумался, это страшно. Да, мы этот, просто, я вот, допустим, подбил друга, вот, моего соучредителя, и вот мы с ним развиваем этот проект, пойти на обучение, вот, в бизнес-инкубатор. Благодаря, грубо говоря, бизнес-инкубатору нашего мурманского, у меня хоть сложилось в плане мышления, как в плане составить бизнес-план, чтобы это не просто мыльный пузырь был, а вот, фактически, рабочий процесс, когда-то можно рассчитать риски какие-то, потому что у меня, как бы, не совсем было понимание, было желание, но не было понимания, как это все структуризировать, и как бы это все будет экономически рассчитывать. А как у вас профильное образование? Нефтегаз, физический процесс нефтегаза производства. Это близко. Я вот не знаю, мы так бурно начали беседу, успела ли я сказать, что у нас Максим Митаки является учредителем, генеральным директором инновационной компании Техноэколь, которая перерабатывает отходы, да, и производит кровельные материалы. Это единственное, в своем роде, предприятие на территории Мурманской области, мало того, что, ну, бизнес-инкубатор, который вот выпустил, да, такого предпринимателя в свет, и грантодатели, которые вручили ему миллион рады, но я так понимаю, экологи должны торжествовать, потому что перерабатываются отходы, и так понимаю, в год экологии вы миссию свою выполняете на все 100%. Ну, миссию мы выполняем, но с экологами есть своя проблема. Вот мы вот лицензию, которая у нас есть одна, да, есть, и получаем вторую, грубо говоря, там, расширение спектра услуг, да, то есть мы там помимо, у нас несколько перерабатываем, мы отработанное масло перерабатываем, битомосодержащие отходы перерабатываем, и сложность в получении очень берем. Ну, ладно, к этому вернемся, мы сейчас прямо вот, да, поэтапно, шаг за шагом, год за годом прослеживаем, так сказать, пути, этапы большого пути. Итак, сначала все-таки была учеба, в процессе вы уже нашли идею. Да, в процессе, как бы, идея пришла, грубо говоря, в процессе обучения. Вы решили, что это не сфера услуг, это не купи, правда, да, это производство? Нет, однозначно производство. Почему производство? По той причине, что сталкивался с строительным оборудованием, с строительными материалами, то есть у меня друзья там работали, они в основном перекупством занимались именно строем материалов. Ну, и часто я нам помогал, вот, и общались мы, и столкнулись с такой, я увидел тот момент, что у нас нет производителей, именно мало производителей у нас, потому что мы территориально находимся, и какое-то сырье закупить очень тяжело. У нас, как бы, 30% товара, это, грубо говоря, логистика, поэтому у нас удорожание здесь такое большое. Ну, и за счет этого начали прорабатывать именно производство. Когда вот учились, мы вот там с коллегой я подбил, мы там чуть-чуть подзаняли денег еще, поехали, там был, я просто был вдохновлен именно в интернете, вычитал там, в Китае была выставка и Роу Вчина, 2015, по-моему, называлась она, там, как было описано на сайте официальном этой выставке, то, что там все производители всех... Стройматериалов. Да, 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 именно связаны с кровельными, фасадными стройматериалами. И было интересно, в том ли направлении мы идем, может быть, мы что-то там у них подсмотрим, что-то это... Вот, поехали, подсмотрели, мы там были две недели почти, вроде как две недели, не буду играть, не помню даже, честно. Все как в тумане. Ну, там просто там все сумбурно было. И вы подсмотрели, либо это франшиза, либо вы купили какой-то стадок чуда. Мы просто смотрели, искали, да, что в чем... Мы на тот момент как бы определились в трех направлениях производства. И для этого трех направления производства, во-первых, нужно было оборудование, а во-вторых, надо было удостовериться, что сейчас на рынке нет что-то, что через год это все перекроет. То есть, производство все равно это долгоиграющая вещь, которая, ну, чтобы хотя бы в минус выйти, это как минимум плюс, то есть три года. Вот, поэтому нам нужно было хотя бы посмотреть, что через два года все не поменяется, и наше открытие было бессмысленно. Поэтому мы поехали, посмотрели, убедились в том, что в нашем... И определились в тот момент с направлением, уже точно мы решили, что будем заниматься именно кровельными материалами, потому что пока замены в данный момент нет ее, есть какие-то там новые технологии именно в этом направлении. И что, вы выпускаете конкурентно способную продукцию? Мы даже сертифицированы уже, у нас есть сертификаты, мы уже прошли, помимо того, что сертификацию, мы получили лицензию уже, да, и мы уже, как бы, наша продукция, она уже, как бы, не то что конкурентоспособная, она еще и дешевле, то есть при одинаковых качествах, да. Хорошо, а вот где ваша кровля уже стоит, работает? В данный момент у нас, опять же, мы очень запустились поздно, там тоже такая очень интересная история, нас там очень долго держали с оборудованием, то есть должны были, у нас сезонная работа в основном, то есть мы должны с апреля до ноября работать, а нам вместо апреля прислали оборудование 20 августа. И там, как бы, у нас были свои переживания, вот, и выскочил как раз контракт, благодаря которому как-то на плаву держимся, вот, с федеральным казначейством, грубо говоря, там Минобороны. Ну, хороший контракт. Хороший контракт. Новичкам всегда везет, понятно? Да, 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 как бы, ну, там... Вот я вас слушаю и думаю, какой-то тоже инвестор с деньгами сидит и думает, ага, вы не боитесь ли, что, став первопроходцами, да, вы сами себе вырастите рядышком конкурентов, которые увидят, что, да, есть сырье бросовое, насколько я понимаю, да, достаточно дешевое, из которого можно производить востребованные, да, товары? Ну, я не могу сказать на 100%, но мы даже до сих пор, мы работаем, грубо говоря, в этом направлении уже два года, и мы до сих пор, как бы, все модернизируем, все усовершенствуем, потому что даже какое-то оборудование хорошее, да, вот, фактически хорошее оборудование, которое будет, у нас часто ломается оборудование, поэтому, что у нас русские производители оборудования, вот, поэтому у нас не очень надежное. Мы, вот, я звонил в Италию, представителям компании Boato, по-моему, она вот, мега, компания, такой, как TechnoNicol, поставляет оборудование, и себестоимость самого простого маленького узла, миллион евро, и, как бы, это довольно-таки затратно, то есть, по этому, по поводу конкуренции, возможно, но... Слушайте, вы называете такие цены на оборудование, а вот этот миллион, который вы получили в качестве гранта от правительства Муромской области, он сильно вам помог? Ну, я бы сказал, он дал нам старт, то есть, это был переход... На что его хватило? На что его хватило? На предоплату, грубо говоря, заказа, потому что у меня, я очень долго изучал этот, мы нашли человека, который готов был изготовить в более бюджете, да, вот, и предоплату сделали, и потом уже, как бы, свои денежки, там, что можно было продали, где-то что-то заняли, ну, как всегда вот так вот. Я не знаю, я производство инновационное не открывала, честно говоря. Я, на самом деле, знаю, что, когда у нас докладывают министры профильных ведомств и рассказывают о тех, кого они, так сказать, в этих инкубаторах вырастили, кому они дали путевку в жизнь, очень много вопросов от журналистов, от зала, какой процент остается на плаву, а кто, собственно, прекращает свое существование после первого года работы. Я знаю, что вас, вот, вы не так давно проверяли, то есть регулярно смотрят, как вы там трудитесь, сколько у вас рабочих мест, да, как вы развиваетесь? Ну, по развитию у нас сейчас, в данный момент, январь, там, у нас, как бы, опуск, то есть не сезон, мы планируем запуск в начале марта, у нас сейчас идет масштабная планировка, заказ, мы увеличиваем мощность, то есть той мощности, которая у нас была изначально, нам не хватает, то есть на потребность, грубо говоря, области, вот, и мы сейчас вот едем, поедем, наверное, в середине февраля в Минск, там будем покупать смесители и будем уже более модернизировать производство, повышая нашу, как бы, там, производительность. Ну, так, а в итоге сколько у вас людей? Вы занимаетесь высокий сезон, сколько у вас трудятся? Ну, у нас, если мы не берем, грубо говоря, там, услуги, такие, как, помимо, параллельно, там, наше производство, это кровельная работа, еще мы хотим, как бы, в рынок входить, в данный момент, в районе сейчас, вот сейчас, фактически, у нас 10 человек. Понятно. Хорошо, я вот, вы уже говорили, что на достигнутом останавливаться не собираетесь, и уже присматриваетесь, так сказать, к рынку строительных услуг, да, и, кстати, что там происходит вообще? Скажите, пожалуйста, есть смысл туда лезть в воду, не знаю в воду? Скажите, не могу, не лазил вообще просто, это есть понимание, то есть, если у меня есть продукт, а есть конечный потребитель, да, то есть, тот же строитель, если, грубо говоря, у меня, я и, грубо говоря, производитель и покупатель своего продукта, то есть, у меня рентабельность растет, и мне поэтому это более интересно. В данный момент пока только все в мыслях. Нам, я думаю, в этом году мы точно еще не будем, может быть, там, попробуем, но в конце года. Но сейчас у нас, главное, все силы мы бросаем на реконструкцию, мы планируем, опять же, переезд уже с области на Мормонск. А, я слышала, да, что вы открываете второй цех или вы переезжаете? Да, да, мы планируем пока, в данный момент, все, опять же, зависит от ресурсов, потому что у нас, как бы, есть некая нехватка финансов, поэтому мы либо эту дореконструируем и перевезем в Мормонск, либо мы сделаем новую, и уже второй будет, у нас будет две точки. Но при любом раскладе у нас будет сбор площадок по отходам, это у нас будет, по-любому, Мочегорск остается, это однозначно, там будет у нас пункт сбора, вот, и нам нужно вот здесь тоже какой-то либо пункт сбора, если мы там остаемся, чтобы остался, либо сюда перезвозь. Прямо волну поймали, не так давно и генеральный директор фонда капремонтов, и министр ЖКХ осетовали на то, что у нас строительные отрасли, и вообще и стройматериалы это в большом дефиците местный, на фоне всех этих капремонтов, да, я имею в виду, что это очень серьезная государственная программа, и это чуть ли не мерило эффективности губернаторов, как один из пунктов, как мы собираем, как мы ремонтируем, так что вам здесь зеленый свет. Но я так понимаю, что вы нас пригласите на новоселье. Обязательно, конечно, обязательно. И все? Когда мы все перевезем сюда, вот, реконструкцию сделаем, будем рады вам, всегда, конечно. Скажите, а когда вы поступали в технический университет, и сказали, как у вас факультет назывался? Естественно, технический факультет специализуется нефтегазовое дело. То есть вас родители, наверное, тоже кормили в детстве перспективами Штокмана, а родители, в свою очередь, власти кормили? Ну, у меня из очень, как бы, простой семьи, изначально. А почему тогда модно было? Или действительно они говорили, сынок, ты выучишься, и все, тебе будет хорошо. Это они так думали. Да. Ну, то есть они верили, да? Они в это верили, я объясню, как это была ситуация, она довольно-таки банальна. Пошел на финансы кредит, поступал в МГТО, не пошел по баллам. Ну, как бы, звонил родителям, говорю, что, ну, не судьба, не прошел, как говорится. Вот, они говорят, ну, давай посмотрим что-нибудь, может, на платное попробуем. И благодаря родителям мы просто, я взял выписку, и они сказали, что вот за вот это готовы мы тебе помогать, за остальное мы не готовы помогать. Ну, и, как бы, они видели в этом перспективу, ну, и пошел учиться. А потом выяснилось, что наш штокман на 10, а сам не плашай. А слушайте, да, 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 там, как бы, это же, по большому счету, ну, когда мы поступали в институт, нам говорили, вы первый, кто будете там, это был 2003 год, в 2009 году нам говорили, когда мы получали дипломы, ребят, едьте отсюда, здесь нечего, здесь надо, ищите другое, да, да. Ну, вы же нашли. Нет, ну, мы поспестимизировали. Мишу свою нашли. Да, да. Спасибо большое, что вообще есть, что вы полны планов, пока вам удается их реализовать, потому что такие люди заряжают, я думаю, оптимизмом не только меня, но и зрителей, зрителей Артик ТВ, потому что, наверное, каждый лелеет себе надежды начать свое какое-то дело, быть уверенным в с завтрашним дне, но не у всех это получается. Вот у Максима получилось. Удачи вам, приглашайте нас на новосерие обязательно. Как только мы все сделаем, мы вас обязательно пригласим. Спасибо. Спасибо. Благодарим за помощь в проведении съемок программы «Отель Азимут Мурманск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова